Всем привет! С вами Вадим, компания Автоподбор. И сегодня хочу поговорить с вами об этом Volkswagen Jetta 2015 года. Скажите, пожалуйста, вы же любите получать какие-то подарки, бонусы? Я думаю, что все любят, особенно те люди, которые покупают автомобили из США. Но об этой Jetta. Итак, по повреждениям. Biohazard, Chemical и All Over. Хочется сказать Game Over. Но, ладно, еще она поездит. Я уверен, она где-то катается. И, в принципе, все с ней. Ну, катается, да и ладно. Итак, посмотрим на ее повреждения. Здесь мы видим множественные повреждения. Крыши нету. Похоже, ну, это характерно, когда кого-то сбивают. Посмотрим с этой стороны. Вид сзади. Багажник целый. Бампер целый. Сторона вся целая. Колеса тоже на месте. Все нормально. Итак, салон. Здесь уже начинаются интересные моменты. Ну, во-первых, здесь кто-то есть. Да? Здесь чем-то все забрызгано. Давайте посмотрим дальше. Кто же это? Это лось. У нас в салоне Jetta лежит лось. Ну, не целый лось, конечно. Половина лося. Но, тем не менее, он здесь. Он здесь все забрызгал. Ну, понятное дело, ему было очень страшно во время ДТП. Я думаю, не только ему было страшно, но что есть, то есть. Лось лежит в салоне Jetta. Под капотом у нее все в порядке. Двигатель на месте. Все целое. Тоже, я думаю, куда-то пойдет на разборку, на запчасти или в какую-то другую Jetta. То есть автомобиль какой-то интерес представляет. Щиток приборов тоже в следах испуга. Вид сверху, крыши нету. Вот такая вот заготовочка для панорамы. И лежит наш, или не наш, лежит лось. Видим красивый салон, двухцветный, белый, с черным. А лось его взял и испортил. Вот вин-код автомобиля. Что же самое интересное? Интересное то, как этот автомобиль кто-то купил. И самое важное, как его транспортировал. Ну, давайте сначала убедимся в том, что его кто-то купил. Скриншот из Астата. Тот же автомобиль. И вот мы видим, что он был продан. 825 долларов. 7% от оценочной стоимости. Это был конец 2018 года. А автомобиль 2015 года. То есть автомобилю было 3 года. Его купили за 825 долларов. И вот еще один скриншотик. Мы видим, что торговали его два раза. Первый раз была ставка 825 долларов. Продавец не отдал. А потом поставили меньше. 775 и продавец продал. То есть хотели получить больше. Получили меньше. Но такое бывает. Это бизнес. Интересный вопрос. Как этот автомобиль плыл в контейнере? Вряд ли для него кто-то выкупил отдельный контейнер. Вряд ли кто-то это все убрал перед отправкой. Я думаю, что вот именно в таком виде его погрузили. Засунули в контейнер с другими автомобилями. Это еще 3 каких-то автомобиля. И сложно представить. Я даже боюсь представить, что с ними случилось, пока они все вместе плыли вот с таким вот соседом. Это где-то месяц морем в контейнере закрытом, запакованном, на солнце, на жаре, с лосем в джете. Это хорошо показывает один из рисков, который может быть при заказе автомобиля из США. Понятное дело, что такое случается редко. Но тем не менее, такие истории я слышал не раз. И к сожалению, такое может быть. Это не один риск. Рисков может быть много. Мы сможем об этом поговорить с вами более детально в следующем видео. Ну а пока предложу вам подписаться на наш Инстаграм, на наш Ютуб. Сюда мы публикуем различные наши кейсы, отчеты о подобранных автомобилях, какие-то автомобили, которые есть у нас в продаже, новости и множество полезной информации. Сюда же мы добавим и этот ролик. Так что подписывайтесь на Инстаграм, на Ютуб. Оставайтесь с нами на связи. И удачных всем покупок. Все. Спасибо. Пока.